Доброе утро всем любителям бильярда! Здравствуйте, мы продолжаем прямые трансляции из Сургута с чемпионата России по свободной пирамиде. Играют на ТВ-столе номер 2 Семен Зайцев и Артем Саидгалеев. На ТВ-столе номер 1 также в онлайне Олег Яркулев и Никита Левада. Ну и сразу, без раскачки, начинаем с забитого шара. Семен Зайцев, действующий чемпион мира по свободной пирамиде, идет в атаку. Не попадался он на этом турнире еще на ТВ-столе, тихонько так, маскируясь, пробрался в четвертьфинал. А мы играем именно в четвертьфинал, повторю. И сегодня также играются полуфиналы. Самые захватывающие матчи, самое интересное зрелище. Потому что финалы иногда получаются не особо яркими. А вот четвертьфинал и полуфиналы, как правило, замечательные. Не торопится со всех сторон. Смотрел на позицию, оценил и понял, как и мы с вами, что атаковать надо ту же самую правую угловую. Сейчас чуть посложнее в плане атаки. Не факт, что проходит шар. А если проходит, то почти гарантированно с подбоем оставшегося кластера. И Артема Саидгалеева мы так и не увидим. Совсем немножечко пошевелил группу. Но этого достаточно, в принципе. После того, как выиграл чемпионат мира Семен, этот, безусловно, очень талантливый юноша. Очень талантливый молодой человек. Точнее, не юноша, потому что еще подумают, что он среди юношей играл на турнире. Нет. Так вот, после того, как он завоевал главный титул в своей жизни, главный трофей, дело как-то пошло у него на спад в плане игры, в плане бильярда. Но вот, спустя полтора года, наверное, можно констатировать, что он снова вышел на пик формы. И сейчас, выступая на Кубке Мира, который транслируется по каналу Матч ТВ Страна, и выступая здесь, показывает просто заоблачный космический бильярд. Восемьский яс разбоя. Да, когда играют подобные мастера, все сводится, в принципе, к разбою. А вот и Артем Саидгалеев. Прошу любить и жаловать. Тоже высококлассный бильярдист. Уже привычная нашивка. Битум у него на спине. Многих в него он закатывает по ходу турнира. Вообще, если я турнире вдруг вспомнил, то надо сказать, что у нас тут играют же не только Зайцев и Саидгалеев, только Леват и Яркулев, этого стали номер один. Но также в четвертьфинале Башкатов и Зверев и Осьминин-Муравьев. Кто-то скажет, неожиданные участники, но всему виной и сами участники, и тень, который мы сыграли накануне. Многих фаворитов пока сила, хотя с одной стороны, с другой стороны, как этих однозначно сильных бильярдистов не перечислять к фаворитам. Да, нету Абрамова, нету Балова, нету Володина. Да, таким темпом Семен Зайцев вторую партию заберет за подход. Продолжается его успешная серия ударов, пока ни одного мимо. Чемпион мира в личном зачете, чемпион мира в командном зачете. Мастер спорта международного класса, если говорить о спортивных званиях, выступает за Челябинск. На этом турнире прошел Александр Молчанова 5-2, Алексей Антонова 5-1, Кирилла Ломакина 6-3 в Олимпийке уже, и Михаила Царева 6-3. С явным переменем. В общем, достаточно разбирался со всеми соперниками. Что-то Артема Саид Галеева, мастера спорта из Уфки, то в первом круге он выиграл Артема Конять на 5-1, во втором раунде обыграл Илью Старосельского 5-2, далее Олега Ощепкова 6-5, и Евгения Ткачева 6-3. Того самого Ткачева, который выбил из турнира Артема Болгова. Небольшая заминочка, сложная позиция. Несмотря на то, что все матчи начались одновременно, у нас на четвертом ТВ-столе уже 2-0. Элина Нагула гранит свою соперницу. Зибирова взяла перерыв после девяти минут матча. Трещат лузы и на соседнем ТВ-столе. Олег Яркулев 1-0 с Никитой Ильвадой. Тоже звездный состав матча, конечно. Олег Яркулев 2-й номер российского рейтинга. Неоднократный призис в чемпионах и соревнованиях с одной стороны. Пусть там просто ЗМС Никита Ильвада. Пократный чемпион мира и неоднократный, то есть не, ни разу не выигрывался, не так сказал, чемпионат России. Так же хочется Никите победить. Немного отстаем от Элины Нагулы, но примерно так же за десять минут, за одиннадцать управляемся. Прибавляется у нас и количество зрителей в чате. «Спасибо, что решили провести это время вместе со мной здесь, наблюдая за интереснейшим поединком. Пока в одну калитку, но разве не интересно?» «Всевский я» 16 ударов, 16 точных ударов от Семёна Зайцева. «Туи-туи, привет!» «Сув, Александр, Друзь, Игорь, все на месте!» «Медведь, добрейшее утро!» «Сергей, всему Алтаю и вам лично!» Дмитрий Ивановский пишет. «Как на работу!» «Ничего, скоро будет выходной. Сегодня разберемся с четвертьфиналами и полуфиналами. Завтра только финальные встречи у мужчин и у женщин. В таком легком режиме пройдет день. Ну и потом отдохнем. Однако четвертого числа Московский союз бильярдного спорта и я вместе с ним приглашаю вас опять же к экранам мобильных телефонов, мониторов, ноутбуков. В общем, всего того, что позволяет смотреть бильярд. Четвертого числа начинается кубок мэра Москвы. «Ювелирую Ревякину персональное». Здравствуйте! Что значит столы собрали под новые шары? Никто не менял столы под новые шары. Это стандарт качества. Стандарт качества стандарт оборудования. Самые обычные столы фабрики старт. Или вы думаете, борт специально занизили на 0,45 миллиметра? Раз на 0,9 миллиметра шары стали меньше. Александр Соломко, добрейшего утра. Пока перерыв, отвлекаемся на чат. Общаемся. А потом смотрим пиар. Наверное, так. Накануне были споры. Есть, конечно, мнение, что можно и столы сделать иначе под новые шары. Можно и кии сделать полегче. Можно. Ах, да, еще же турнир в длинную Америку в легенде. Как я мог забыть? Спасибо, Павел Щербинин. Доброго утра. Благодарю за напоминание. Много бильярда и это радует. Вася спрашивает, как часто тут идут прямые эфиры по любимому нами бильярду. На канале Федерации бильярдного спорта достаточно часто. Но если хотите вот прям часто-часто, то это, конечно же, вам на другой YouTube канал. Школа бильярда Сергея Баурова. Эфиры из легенды почти каждую неделю. А здесь же все чемпионаты России, первенства России и чемпионаты мира. В ЛДМ новые шары. Наверное, надо посетить. Спасибо за информацию. Спасибо. 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 Семнадцать. Если кто-то только присоединился к нашей трансляции, именно на семнадцать. Точно. Ни одного мимо. Спасибо. 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 Вася, да, наслышан. и это здорово, что специально в общем для всех категорий любителей бильярда проводятся такие соревнования и в Хабаровске особенно поддерживают вообще класс Катаеву нижайший поклон молодец, работает Олег Шестаков а вы пробовали снукерные шары они же еще мельче вывел парочку на середину неплохую хотя в угол налево тоже нормально и после соударения случайным образом получается такой чудесный автовыход что мы понимаем это 3-0 Люба дорого посмотреть согласитесь не согласен тут может быть один Артём Саид Галеев да, жесть просто убийца с виду такой милый паренёк а вообще серийный убийца очень серийный три партии из Кия без единой ошибки Артём Саид Галеев конечно многоопытный он такое видел уже в своей практике и более того я уверен что и сам так поступал с разного рода соперниками потому что ну вы же понимаете если игрок мастер спорта то ему три партии с палки это как два пальца но на таком серьёзном турнире на такой серьёзной стадии серьёзного турнира даже табло не верит происходящему но нет вот поменялись цифры 3-0 Левчик играем мы в Сургуте премьер арена если где-то неподалёку находитесь приходите посмотрите на Зайцев с Саид Галеевым скорее всего уже не успеете но впереди финал финал во рта наросян шары меньше на 20 граммов примерно но как утверждают знатоки на самом деле разница невелика всё это нивелируется тем что старые комплекты шаров со временем истираются и в реальности это они тоже не 68 миллиметров а меньше они банально истираются о сукно о наклейке типов игроков поэтому менять оборудование не стоит потому что замена оборудования это муторный дорогостоящий процесс и ни к чему первый забитый шар Артёма Саид Галеева в нашем матче случился на отметке 3-0 по партиям спасти Артёма может серия в 8 шаров и только боюсь что другие варианты не помогут разбил супер аккуратно какой-то мифический свояк из-под пирамиды есть медведь так я же не утверждаю сам я же ссылаюсь на мнение знатоков то что разница ощутима это понятно ну вот Павел Щербинин подтверждает да что со временем все шары становятся разнокалиберными кто бы мог подумать шар который в принципе поддерживает нагрузку говорят что около 3 тонн на нажим или 6 тонн что-то я уже запутался в общем фенолформальдегидная смола это достаточно прочная штука что ни говори коля привет гражданин наш субъектив добрейшего утра по поводу абрамова как вам сказать все ответы на подобные вопросы есть в сетке а сетка закреплена в верхнем сообщении нашего чата заходите и смотрите проиграл он Владиславу Асьминину так скажу исключение потому что очень добрый с утра матч был очень увлекательным смотрелся просто на одном дыхании если бы еще конечно чуть-чуть побыстрее играл Влад Асьминин было бы вообще здорово но он выбрал такой темп судить его за это нельзя и в принципе темп наверное свою роль тоже сыграл будет ли в этом году турнир на Кубок Империи в Уссурийске каждый год проводится и не вижу смысла в этом году его не проводить что пешеходька не будет дня рождения что ли в этом году это же турнир праздник александр соломка ну в моих словах была определенная доля шутки не надо уж так буквально все воспринимать вторая часть вопроса будут ли на Кубке Империи Сталев и Поломарь добавно вы наверное не знаете но если спрашиваете то какое-то представление имеете на Кубок Империи состав приглашенных утверждается Алексеем Пешеходько по списку Юрия Пощинского я с трудом себе представляю чтобы Юрий Пощинский включил в список Евгения Сталева на Кубок Империи гранды бильярдного спорта в уссурийск съезжают но не стали раньше бывал сейчас после этого конфликта между гением юрием ой вряд ли ну а про александра поломаря конечно ну он заходит в бильярдную иногда тренируется иногда кого-то тренирует на чтобы играть на турнирах такого давно за ним не наблюдается очень давно виде исключения может появиться где-то ошибочка и подставочка сбавил обороты семен зайцев ну да можно и выдохнуть небольшой гандикапчик себе оформил в виде трех партий играем до шести побед напоминаю неплохо расположились шары полетит прицельной в лузу вероятно освоенной оттяжки в сторону пирамиды ну хоть под бой удался по поводу абрамова с осьмининым естественно до запись имеется это было все на тв столе более тысячи человек в плане наблюдала как влад просто справляется с абрамовым но спадку калитку ну а у нас матче артем сайт галеев реально может взять первую партию ну а ну а ну а поляна накрыта и налево и направо и середину сукно уже не столь новое как было в начале сперва мы здесь отыграли первенство россии среди юношей юниоров девушек и брак но и среди взрослых тоже чемпионат россии подходит концу поэтому сукно не новое видны следы от мела сегодня успели наследить к столам в общем к сукну к шарам ко всему привыкли поэтому и серийность возросла в первые дни естественно больше ошибаться александр многие обалдели от вчерашней игры владислава осьминина но на самом деле все стало понятно еще до этого когда он сыграл с елисеем ануфриевым действовал практически безошибочно и стало понятно что паренек то натренирован замс в очень хорошей форме любо-дорого посмотреть реально у хорош влад что тут говорит просто хороший не балуют нас разнообразием в счете сет галеев и зайцев либо 8-0 либо 08 первый раз мимо с разбоя очень простой матч для подсчета статистики надеюсь к финалу мы подтянем кстати и статистику от дениса полищука я дарасы фуддинова денис мне помогал на первенстве снабжал цифрами не знаю может быть и графику удастся вывести тогда будет вообще здорово а а а По поводу скота в угол, это самый главный элемент игры в американку, который на самом деле сегодня чуть-чуть даже в тень ушел, потому что кладка настолько выросла, что игроки не стесняются не скатывать, стреляют по разным лузам. Призовые на этом турнире 210 тысяч у женщин, 210 тысяч у мужчин, 420 суммарный фонд, хотя еще и пару лет назад было меньше в два раза, за первое место 90 тысяч. Победитель поездку однозначно отобьет, а вот все кто пониже расположатся в итоговом протоколе, это уже вряд ли. Победитель поездка ну да за победу на чемпионате россии может и не густо конечно 90 тысяч но победа на чемпионате россии автоматом увеличивает ценник ваших тренировок вот прям сразу более того вы получаете персональную лицензию на участие в чемпионате мира там уже призовой получше есть определенного рода преференции ты вообще звание которое не купишь за деньги серый волк доброго утра евгений коржев киевной мастер скрывающийся под ником вышел из рязанского леса в прямой эфир когда же они уже в питер определился нет говорят в лдм и можно постучать новыми шарами предлагаю там и встретиться гражданина субъектива еще подтянем ну и всех кто из питера захочет подтянуться можем в колхоз сыграть очень полезно для интриги правильно развиваются события в нашем матче еще одну партию берет артем сайт галеев алексей труфанов ну а что мне думать про этот казус ты листера сельского если он утверждает что он второй туз шара не совершала покатился сам там на какой-то песчинке или чем-то еще то я ему поверю но в принципе штраф был штраф он сам это признал почувствовал не почувствовал вы вопрос на самом деле такое происходит сплошь и рядом и этот эпизод попавший на тв стол сослужит бильярду хорошую службу молодежь посмотрит убедиться что интернет такого не прощает как видеть как вы сами пишете и следующий раз будут признаваться в штрафах а так особо обсуждать не стоит кажется такие случаи на чемпионатах мира я помню на командном чемпионате мира один раз такой же наблюдал когда игрок два раза коснулся шара никто не заметил но это на экране это видно замечательный удар пирамиды не сильно раскатилась охота и рыбалка как образ жизни здорово у вас раз образ жизни это охота и рыбалка согласен очень игроки турнир супер мощный не хватает конечно тут павла кузьмина не хватает фрейза и тузова лени швыря его не хватает того же дмитрия шкоды не хватает павла плотникова вот если вы вышеперечисленные еще заявились а также стали в спащинским вот был бы праздник но и так неплохо но господи старосельского за что обвинили действительно это же строков был в общем заигранный эпизод и на самом деле не имеет он серьезной важности показательно да же и фамилия забылась но просто это молодым наука что не надо штрафоваться и и не признавать штрафы да ладно ну зачем но ох она удаль молодец кая жахнул прямо из-за уха не удалось неудобно было ставить мост конечно чуточку неудобно и алена добрейшего утра за кого болеем анастасия станового рады видеть приветствуем у анастасии не буду спрашивать за кого она болеет потому что знаю прекрасно вот он ваш красавец за столом разбирается с позиции а 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 мастерские без без вариантов уже похоже а Александр Таракановский, добрейшего. Совсем небольшая проблемка тут имеется в плане позиции. Шар играется, дотянуться до него сложновато. Продолжение следует. Увеличивается перевес Семена Зайцева до двух партий. Артем Светгалеев все еще может зацепиться, конечно, но следующее надо обязательно брать. Артем Светгалеев. Странно, что еще никто не написал, что звенит Кию Семена. Артем Светгалеев. Артем Светлана. Артем Светгалеев. Артем Светгалеев. Артем Светгалеев. Вроде бы и довольно агрессивный разбой, под таким углом биток ставят, когда разбивают пирамиду. А она вот не раскатилась, поэтому есть определенные вопросы. Алексей Труфанов пишет, что у Семена стоит гряза. Виталий Александрович, вы в чате? У нас нет. Подтвердите? Есть такие наклеечки, гряза ВА. Не такая простая была парочка, конечно, и близость шаров мешала, отвлекала, наверное, даже скорее. Из неудобной стойки дал минус. Немного ошибок он допускает в этом матче, скажем прямо. Но все, что допускал, Артем Цветгалеев, как правило, использовал. Кого в следующем планируете на ТВ-стол? Марат Нагимов интересуется. Марат, фамилии не назову, но планируем всех. Следом у нас полуфиналы. Две пары мальчиков, две пары девочек. И очень удачно сложилось, что у нас четыре ТВ-стола, поэтому поставим реально всех. Станислав Саворовский да согласен с вами, но нет людей, которые повели счет на этом турнире. Рефери этим не занимаются, они следят за игрой, а не за счетом. А сами игроки ведут счет на планшетах, естественно, не после каждого шара подходят и жмут кнопочку соответствующую. А только после серии, да и то не всегда. Хорошо, что хоть по партиям ставят. В общем, такая там кухня. Ну, чудесно прокат, через борт, то, что доктор прописал. Спасибо. Спасибо. Павел Щербинин нахваливает наклейку БелАЗ. Кто только не делает наклейки, вариантов массы, это здорово, есть выбор. Вот и Дмитрий Белозеров подался. Но Дима сам себе сделал очень плохую рекламу на Кубке мира. Два кикса. И проигранный матч. Хотя не сомневаюсь, что наклейка должна быть классной, тем более, что, как сам Дима говорит, очень долго тестировал, пробовал, менял что-то. Поэтому фанатам наклеек, естественно, рекомендуем попробовать. Что творит Артем? Как же так? Срывает удар. Спасибо. 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 точно был не из-за наклейки, но как теперь объяснишь непосвященному зрителю? Что скажете про наклейки «Грек»? Честно говоря, не видел, не встречал. Но если это та же самая мастерская «Грек», то в качестве практически не сомневаюсь. У них просто бомбические ки. Первая партия, где реально мы начали играть на последних шарах. Итак, Продолжение следует... Напряженнейший момент. И, конечно, много было важных моментов. И три партийские, а подряд безошибочных от Семена было важно. И две партии от Саид Галеева. Но сейчас момент реально, наверное, который может определить судьбу всей встречи. Азиз Мадаминов не играет здесь. Это же чемпионат России. Азиз игрок из Кыргызстана. Зато Азиз появляется в нашем чате иногда. Если соскучились, то можете дождаться, увидеть его, передать привет. Ну и также можете дождаться, увидеть его на Кубке Мира. На Кубке Мира и на Кубке Мэра. Это довольно скоро. Долго ждать не придется. Левада-Яркулев, 3-3. Вот, честно говоря, я разрывался перед началом первого запуска. Как выбрать кий для левши? Левой рукой выбрать, наверное. Украсть у Сергея Крыжановского. Какие еще варианты? Накидайте в чат, кто знает. Да, кстати, можете на Азиза посмотреть живьем в бильярдном клубе Кутузовский. Ежедневно без выходных. Спасибо. 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 Виталий, а мы вас вспоминали добрым словом. И вас, и ваши наклеечки. Спасибо. 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 Да, такого СВК, конечно, стоит сыграть, но не отыгрываться же. Хорош. Хорош-то хорош, конечно, но как в песне, только этого мало, 7-7. Надежно отыгрался. Это важнейшая партия для Артема. Спасибо. 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 Многократно говорил, но еще раз повторюсь, слышали кубок мэра 4-го числа начинается, 3-го день регистрации. Уже 3-го вечера можно будет посмотреть сетку и выбрать кого посмотреть, потому что в показе будут все 17 столов. Спасибо. 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 Гол. Забивает Семен. Но как иначе. Не вытерпел Артем Саидгалеев. Пошел на очень сложного свояка. Ошибся. Фактически все поставил на кон тем ударом. 5-2. Спасти матч будет очень тяжело. Спасибо. Олег Галецкий. Привет. Привет. Рады видеть. Что-то никак не хочет устанавливаться пирамида. Судя по тому, как тщательно ставил, намерен забивать и продолжать сопротивление. Не сдаемся. Задача, конечно, сложная. Не то, что непосильная. Так не буду утверждать. Надо выиграть 4 партии. Артему необходимо выигрывать 4 партии. Одна нужна Семену. Это 8 шаров. Совсем простой атаки нету. Но все-таки атакующее начало имеется. И, как знать, может быть даже и не выпустит больше к столу своего соперника Семен. Почему не играет Шкода? Дмитрий Шкода вообще редко появляется на турнирах. Но понаблюдать за его игрой можете там же на Кутузе. БК Кутузовский Павла Щербинина. Чтобы попасть на чемпионат России, надо пройти отбор в своем регионе. Искать доверие своей региональной федерации. Сомневаюсь, что это необходимо Диме. Я думаю, что он не считает это нужным. Диме. 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 Дима. По фарту. Извиняется Семен. ну тут как сказать шар мог изострять в лузе тогда было бы еще обиднее артему сайт галееву хотя что обижаться эта игра мир бег естественно до видео абрамов осьменин есть присутствует продолжает извиняться но очень неловко семену но выигрывает и и и и и и и и удар на партию и матч и немного ошибок на самом деле допустил артем сайт галеев ключевую роль сыграла пару промахов на разбое и заключительный промах в предыдущей партии на свояке очень непростом 62 рукопожатие в добрый путь в полуфинал отправляет артем сайт галеев семена зайцева дождемся полуфинала не прощаюсь сегодня одну вторую естественно сыграем финал и завтра и у женщин и у мужчин но я с вашего позволения наверное перейду на тв стол номер один и 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